Всем привет, легендарные внучета, вы находитесь на канале Бабка Шу, ребятушки, в нашем симуляторе питомца вышло новое обновление от 18 декабря. Сегодня рассмотрим, что же у нас здесь появилось, что же у нас здесь есть такого интересного. Короче, ребят, как вы понимаете, это то самое обновление, в котором добавили 4 новых яйца, 23 новых питомца, конечно же добавили новую валюту, и сегодня посмотрим на актуальные промокоды, которые можно ввести и получить на халяву что-нибудь от наших разработчиков. Ну и, конечно, поделюсь какими-нибудь интересными наблюдениями, возможно, какие-нибудь лайфхаки подгоню по заработку наших как раз-таки печенюшек. Ну а перед тем, как посмотреть этот видеоролик, ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк под этот видеоролик. А мы с вами начинаем, но перед этим небольшая реклама. Перед просмотром этого видеоролика заходите на сайт робукс 500. На робукс 500 вы можете всегда купить робуксы по низкой цене, плюс выдача осуществляется быстро через группу. Используя промокод DISCORD при покупке, ты можешь также получить бонус от 1 до 2 старобуксов бесплатно. А также у них проходят конкурсы и акции на сайте, а ссылочку ты сможешь найти в комментарии. Ну и, ребята, давайте смотреть, что у нас здесь касаемо обновления. Во-первых, наша карта обновилась, всё теперь снежное, деревья снежные, всё так напоминает ремо новогоднюю атмосферу. Но это не суть, важно, самое главное, ребята, во-первых, это появление нового мира печенюшек. Это что-то подобное нашему Хэллоуину, то есть здесь будут выпадать наши новые валюты в виде печенюшек. Вот она, смотрите, нарисована, короче, на этой пушке Christmas Event. И это, ребята, телепорт в наш Christmas Event. То же самое, что и было с нашим Хэллоуином. Здесь, ребята, появилось 4 новых элементированных яйца, 23 новых питомца, рандомные подарки, короче. И также фестивальная карта, то есть она обновилась. Новый Huge Cat зимний какой-то, это тоже будет интересно посмотреть, Huge Cat и вообще эта тема. Также фестивальные лутбэги и гигантский джинджербрэдный подарок, все такое, короче, новые эксклюзивные питомцы и так далее. Давайте, кстати, сразу посмотрим, какие у нас появились новые эксклюзивки непосредственно в игре. Итак, ребята, новые эксклюзивные питомцы с силой, 125 биллионов, 17,5 биллионов и вот такой вот Отер Глиттеринг 7,25 биллионов. Насколько вы понимаете, ребята, это у нас питомец, эксклюзивка, он зачарен на Глиттеринг Charmy Diamonds. Ну, в принципе, самая обыкновенная Отер, я не помню, если честно, кто это у нас есть. Также это у нас обезьяна Панки, насколько я понимаю, это у нас Панкин. И обезьяна это типа что-то соединенное, наверное, короче, это тыквенная какая-то обезьянка. На Магнит, Диамонс 4, ну типа такое себе за 1100 баксов, как-то странно. Ну и, конечно, сапфировый феникс на 125 биллионов, не помню, был такой пэт или нет. Ну, он на 125 биллионов, он зачарен на Ройалти, на Диамонс 5 и Магнит, супер-классные чарки, классные питомцы, мне явно нравится. Ну, мы сейчас немножечко про другое поговорим, полетели, ребята. Короче, первое мое предложение, сейчас сломать абсолютно любую штукенцию и отсюда, да, выпали наши печеньюхи. 15 печенек выпало, самого обыкновенного, вот этого самого, ну что это такое у нас. Получается, с самой обыкновенной монетки. Давайте прямо сейчас полетим в наш Крисмас ивент и посмотрим, что у нас там интересного появилось. О, да, ребята, ну это максимально похоже на наш как раз таки Хэллоуинский ивент, прям максимально похоже на Хэллоуин, но все же есть некоторые отличия. Так, во-первых, посмотрим на наши сани. Сани у нас выйдут очень скоро, это у нас новый тип наших как раз таки ховерборда. Классные ховерборды все-таки будут, и насколько я понимаю, разные, возможно, будут дропаться с подарков. Ну и поехали глянем просто на пэтов, так сейчас невзначай, что у нас тут за питомцы. Ну это те самые, вау, вау, ребята. Ну, собственно, здесь у нас кошечка, собачка, дракошка, Гония как раз таки наша и вот такого чувачела, который является мистиком нашим. Тут тоже эти питомцы только золотые, вау, ребята, тут еще больше еды, чем мы думали, ну это капец какой-то. Вот в этом яйце мы можем выбить вот таких вот прикольных пряничных питомцев, оленя и Рудольфа, прикольно, как мы тоже смотрели с вами в сливах. Тут у нас вау, ну это смотрится прикольно, короче, тут у нас есть наш мистический питомец. Также вот такие две легендарочки или тоже мистики, точно не могу сказать. Гоблин и вот это то, что мы видели. И, конечно же, самая крутая, самая мощная это Хьюджкэт, ребята. Хьюджкэт снова! Короче, прямо сейчас, ребята, ноги в руки и полетели выбивать нашего Хьюджкэта, потому что, ну блин, ну вы понимаете сами, Хьюджкэтов надо выбивать. Стоит 1.25 миллиона, пока не пофиксили, не порезали, нужно срочно бежать и открывать эти яйца. Будем, короче, сейчас фармить всю эту тему, расскажу некоторые лайфхаки и я очень рада, что наконец-то вышло обновление в симуляторе пэтов. Хоть какое-то интересное разнообразие. Мне лично очень нравится, особенно вот этот вот питомец, касаемо Деда Мороза, вот этот прикольный мистик. И, конечно же, Хьюджкэт, но я в этот раз по-любому его выбью, буду просто 24 часа день фармить этого самого пэта, буду пытаться его выбить. Ставьте лайк, если тоже будете пытаться. Ну и, кстати, ребята, завтра обязательно выйдет открытие этих яиц, сегодня поставлю на ночь фармилку на эти яйца. Буду надеяться, что что-нибудь прикольное мне отсюда сможет дропнуться и, короче, будем вместе наблюдать за выпадением питомцев с этого яйца. Так что завтра ждите видеоролик, где мы хотя бы 200 яиц таких обязательно вскроем. Итак, ребята, у меня сейчас есть вот такой вот расклад по питомцам. Сейчас я хочу протестить, сколько я смогу раз выбить вот таких вот пряничных лапок и посмотреть, откуда они лучше всего дропаются. Короче, по питомцам у меня что-то подобное, не все, короче, Галакси Фоксы являются на Ройалси, большинство на Глиттеринг, вот так вот они плохо мне выпали. И плюс не все 18 пэтов как раз-таки у меня Галакси Фоксы. Но все же это, думаю, неплохо и будет... О, 850, Глиттеринга дропнулась нормально. Короче, ребят, прямо сейчас мы с вами куда следуем. Во-первых, я хочу чекнуть... Так, Крисмас ивент мы, конечно, сразу телепорт покупаем. Во-вторых, я хочу, ребят, сейчас чекнуть, во-первых, в Хевенс Гейт, сколько дается за раз. Посмотрим просто ради интереса, а потом пойдем еще другие сундуки чекнем. Ну, понятное дело, в Хевенс Гейт все это дело без хозяев не простаивает. Тут уже чуваки явно ждут, когда начнут фармиться. Ну, по ним уже как бы и видно, чуваки, ну, время не теряют, ждут, пока сундук заспармится. А он что-то все не приходит и не приходит. Ладно, фиг с ним, но я даже не хочу, на самом деле, тестить эту локацию. Давайте мы сразу пойдем на наш хотя бы, хотя бы. Начнем с теч-энтри, там, я думаю, будет неплохо даваться. Можно, в принципе, и последний сразу фармить. Но давайте начнем именно с теч-энтри. Вот он, тот самый сундучок. Мы, конечно же, активируем самые крутые штукенцы в виде нашего трипл коинса. Нет, спасибо, Максим. В виде нашего трипл дэмэджа. Так, во-первых, я сейчас трейдики все отключаю. Ну, все, ребятки, трейдики отключены и полетели. Сейчас просто чекнем, сколько нам как раз-таки будет добавляться. Ну, 25 тысяч сейчас добавилось, это я не понимаю из-за чего. Возможно, какой-то квест выполнили, что-то подобное. Ну, вот сейчас будем ломать этот самый сундук. Пока что не особо прям идет. 6 тысяч. Не маловато, не знаю, фиг его знает, ребята. Короче, ребята, смотрите, с первой стадии сундука мне дропнулось 1,160 вот этих вот самых пряников. Они мне еще дропнулись с вот этих вот самых коробочек. Но я думаю, что это маловато как-то. Вам так не кажется? Поэтому я прямо сейчас приобрету себе приватный сервер. И уже на приватке мы с вами глянем, насколько хорошо можно фармиться на нашем сундуке на Heaven's Gate. Фу, вот это уже совсем другое дело. Я уже одна на серваке, а это значит можно спокойно тестить. Откуда, что лучше выпадает. Ну, я все-таки ставлю больше, наверное, на Heaven's Gate. Давайте прямо сейчас глянем. Телепортируемся на наш фэнтези-шоп, на наш как раз таки Heaven's Gate. И будем ждать, пока дропнется наш сундук с небес. Не знаю, ребята, насколько здесь будет нормальный фарм. Но самое хорошо, именно здесь можно было фармиться на нашем как раз таки хэллоуинском обновлении. Я тогда нафармила 999, 999, 999. И в этот раз явно можно нафармить еще больше. Поэтому давайте попробуем. Выпускаем всех наших питомцев. Они ломают 13 тысяч. В принципе, в принципе, очень даже, мне кажется, неплохо. Как вы думаете? Если каждый секунд будет ломаться по 13 тысяч, 12 тысяч, то, я думаю, очень быстро можно будет нафармить определенное число. Но, опять же, возможно, даже лучше будет стоять на последнем сундуке. Я даже не знаю. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Прямо сейчас кто смотрит видеоролик, где лучше всего фармиться. Я даже, если честно, не знаю, но мне кажется, что тут как-то маловато. По 11 тысяч, тогда по 500 фармили. Да, маловато, по-моему. Представляете, ребята, из-за того, что сейчас под симулятор Х начал играть больше, чем миллион человек, наш Рублокс целиком и полностью начал лагать. Это какой-то капец. Раньше за доп не лагало, теперь и за пыт симулятор Х. Но игра реально классная. Мне она капец как нравится. Можно реально позалипать по вечерам. И у меня появилась интересная идея. А что, если прийти с нашими даки-магишинцами в самый конец и попробовать посрубать вот такие вот темы? Возможно, будет выпадать кучу этих самых пакетов. И, возможно, будет также с ними выпадать эти самые печенюхи. Посмотрим сейчас, насколько хорошо это будет фармиться. Я покажу, куда-нибудь отойду. И потом глянем, насколько много печенюх фармится. Возможно, это новый способ фарма печенюшек. Да, ребята, это 100% работает, потому что я уже сейчас увидела, что здесь повыпадали ледяные подарочки. Не знаю, правда, насколько там будет много печенюшек. Но у меня сейчас 1 259 000 этих печенюх. В принципе, хватит еще, чтобы открыть одно яйцо просто ради интереса. И мне очень интересно знать, сколько сейчас отсюда выпадет. Единственный минус этого способа, то, что нельзя будет фармиться в офлайн. Но все-таки, ребята, этот способ неплохой. И если сейчас реально сработает, и мой... Там еще и подарок вывалился. Я просто не представляю, ребята, насколько намного сейчас дропнется вот этих вот самых печенюшек. Посмотрим, работает ли этот баг сейчас здесь. Ну, было бы очень круто увидеть рабочий способ. Ой, случайно печенюшки взяла. Ну, что-то мне подсказывает, что больше, чем 100 000 печенюх мы отсюда не выводим. Может быть, мне просто кажется. Итак, ребята, повыпадала отсюда огромная куча вот этих лутбэгов. И поехали. 1 259 000 было изначально. Так, ребята, собираем, собираем. Тут у нас куча этих самых лутбэгов. Вау, ну неплохо пошло на самом деле. Неплохо пошло. Итого, с вот этого вот одного подарочка мы с вами зафармили сколько? Ну, неплохо. Короче, где-то 600 000 вот этих вот самых конфеток мы зафармили просто с этих лутбэгов. Неплохо. Печенюх, точнее. Давайте попробуем еще разочек. Попробуем снова с вот такой вот штукой. И глянем, получится ли еще раз. Ну, на самом-то деле, ребята, снова выпал подарок. Это очень удивительно. Видимо, шансы подняли выпадение подарков. Наверное, отсюда неплохо выпадает наших как раз-таки печенюшек. Так что, в принципе, если вы именно... Вау, еще два подарка выпало. Короче, ребята, если вы играете именно в игру, то тогда залетайте. Этот способ реально сейчас работает. Его нужно использовать пока не поздно. В общем, до завтра я постараюсь выяснить самые лучшие способы заработка наших новых коинов. И рассказать в новом видеоролике. Но отсюда повыпадала огромная куча. И поехали, ребята. Так, 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 так. Собираем наши подарочки. Собираем все, что у нас здесь есть. В принципе, 600 тысяч я уже вижу такого числа. 700 тысяч. 800 тысяч. Ну, неплохо, ребята. Очень даже неплохо. То есть, лям реально можно зарабатывать с вот такой вот одной штукенцией. До сих пор этот бак работает. Теперь и на алмазы работает одновременно. И на вот эти вот самые коины. Пользуйтесь, ребята. Это все для вас. В общем, подпишитесь обязательно на канал. Ну и давайте ради спортивного интереса откроем еще и два таких яйца. Вдруг сейчас нам выпадет бокет. Кто его знает, ребята. Итак, с первого нам выпадает такой вот рарный фестивальный эльф. Окейшки, ребята. Еще одно яйцо сразу откроем вдогонку. И отсюда. Лего, нифига себе, неплохо, ребята. Лего выпадает со второго яйца. И чекнем сейчас, что у нас за такая лего. Лего у нас по силе какова. Так, лего, лего я вижу. 3,8 миллиона. Ну, для легендарки, наверное, очень даже неплохо. Хотя, ребята, стоит учитывать. Да, да, да. Это очень неплохой результат. Я думаю, то, что... Ну, это очень хороший питомец будет. Короче, посмотрим, ребята, со временем. Но вот это лего 3,8 миллионов. Это реально неплохо. И эльф нам выпал, получается. Можем еще эльфа чекнуть, что там у него простота. А у нашего эльфа, ребята, статистика 1 миллион. Ну, классно, классно. Можно коллекции, короче, набивать, пока не поздно. Ну, в общем, ребят, все, давайте еще последний откроем. А, у меня не хватает уже. Ну, все, тогда будем прощаться. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Встретимся в следующем видеоролике. Обязательно подписывайтесь. Завтра выйдет видеоролик по фарму наших как раз-таки печенюх. Думаю, вам точно должно понравиться. Всем пока.